И снова здравствуйте дорогие друзья, здравствуйте братья и сестры. Под одним из моих видеороликов, в котором, кстати, я обращался к ведьме на избе, один из представителей, имеющий отношение, насколько я понял, к армянскому народу, в момент нашем с ним споре написал о том, что албанская церковь притесняла армянский католикосат. Насколько я понял, данную ложь, видимо, сейчас распространяют на территории Армении и среди армянского народа, чтобы в неочередной раз показать всю, я бы сказал, такую неизбежную для армянства, якобы, жалкую судьбу. Но, увы, и ах, это далеко не так. Я уже оставил данному комментатору доказательство того, как армянство начало свою антихристианскую деятельность против албанской кавказской церкви. Но сейчас я еще раз хочу осветить этот момент. При этом хочу, чтобы вы обратили внимание, что статья касательно того факта, который я вам привожу, вышла в столь любимой армянством Википедии. Читаем внимательно. Когда Теодорос Ритуни добровольно признал сюзеренство арабского халифата в обмен на признание его автономным князем Армении, Грузии и Албании, и Албании, крайне важно, в том числе и областей, которые еще не были завоеваны, то есть он помогал халифату завоевывать земли, христианские земли, для осуществления этой задачи ему были присланы арабские войска, то есть он вместе с арабами захватывал христианские государства. Они продвинулись до Двина, чтобы затем напасть на Иверию. Но погодные условия не позволили им это сделать. В соответствии с соглашением, Армения признавалась с зависимым государством с обязательством предоставлять 50 тысяч человек в арабскую армию. Вот вам первое свидетельство притеснения Албанской церкви Албанского государства. Но это далеко не единственный момент. Через много лет армянство, уже чувствуя свою силу над Албанской церквью, которая была передана вместе с землями Кавказской Албании, используя ужасающую ситуацию, складывающуюся в царской России, решила полностью уничтожить Удинский католикосад. Об этом я говорил в одном из достаточно давно загруженных на мой канал роликах. Давайте с вами прочтем этот фрагмент из статьи, которая вышла на сайте православной бакинской епархии. При этом, если сейчас армянство скажет, что, ну понятно, что бакинская епархия, и, мол, бакинская православная епархия пошла на поводу государства Азербайджана, как составная часть, но почему-то московская епархия никак не осудила данную статью и не приказала ее удалить, либо видоизменить. Интересно. Но давайте сейчас с вами как раз таки зачтем те свидетельства дальнейшего гнобления, исходящего со стороны армянского католикосада в сторону Албанской церкви. Ну что ж, приступим. После, как здесь пишется в данной статье, присоединения в начале 19 века Северного Азербайджана к Российской империи в 1815 году саналбанского патриарха католикоса был упразднен царским указом. С этого времени представитель Албанской церкви являлся митрополитом. То есть вы представляете, насколько был поднижен вес Албанской церкви в христианском мире. 11 марта 1836 года императором Николаем I было подписано особое положение из 10 глав 111 статей, регламентирующее положение армянской церкви. Согласно этому документу царским роскриптом, в частности, был упразднен албанский католикосат гамзазарского патриархата. А на его месте, вот это очень важно для армянства, потому что здесь сейчас вы прочтете то, что касается армянской лжи в отношении принадлежности, даже с той любимого имя, именно армянством, Арцаха и Шуши. был, вот давайте прочтемте, а на его месте были образованы две епархии, Арцах Шуша и Шема Ха. Вас ничего не удивляет? Правда, они были зависимы и находились в юрисдикции армянского католикосата. Интересно, не так ли? Но этого мало. В 1909-10 году российский святейший синод дал разрешение Эчмиадину и Эриванской, Армянской, Григорианской консенстории уничтожить старые архивы на дела, скажем так, подвластных им епархий. То есть, насколько вы понимаете, это касалось и албанской епархии. Некогда отдельной церкви. Так кто же кого притеснял? Скажите мне. Это вопрос именно к армянству, который я сейчас, как я уже сказал, старается распространить ложь в отношении гонения на армянскую церковь со стороны албанской церкви. Так почему же албанская церковь исчезла? Факты я вам привел. Но речь не об этом. Говоря о гонении армянской церкви, такой момент все-таки имел место. Но со стороны, как ни странно, Византии. Потому что во времена Византии армянским священникам не позволялось ставить церкви, принадлежащие к монофизитам, к армянской церкви, к армянской вере. Не странно ли? Ведь армянские историки неоднократно пишут о том, что в Византии руководили князья из армянских родов. И вдруг эти выходят, князья запрещали установку армянских церквей на территории Византии. Видимо, я даже вынужден в чем-то возможно согласиться, что возможно некоторые из них действительно имели армянские корни. И понимая вред, монофизитство запрещали установку церквей, принадлежащей данной церковной вере христианской, зная ее всю зловредность. Получается так. Неспроста многие армяне, в частности, переходили в католическую и в православную веру, принимали ислам. Видимо, они что-то знают больше, чем знаем мы с вами. Раз мы затронули речь об отношении России, я хочу еще освежить вашей памяти. В данном случае я не буду зачитывать этот фрагмент, вы сами сможете послушать этот ролик. который вышел на моем канале очень давно. При этом ту версию ролика, которая сейчас находится перед вашими глазами, это уже второй раз перезаписанное видео, которое было удалено с предыдущего моего канала, в котором говорится о том, как армянское монофизитство появилось на территории России. Здесь говорится о лжи, той лжи, которую использовали армянские католикосы для осуществления проявления своей деятельности на территории России. Кстати, данная ложь потом была вскрыта и один из армянских католикосов даже был осужден. Говоря об армянском католикосате, стоит осветить еще один момент. после того, как была устранена террору уничтожена албанский католикосат полностью. С 1910 по 1911 год российские правители, словно проснувшись от сладостного сна, стали четко понимать, что совершили ужасающую ошибку касательно той власти, которую они передали именно армянскому католикосату. В частности, они стали закрывать армянские школы, действующие при армянских церквях, изымать хозяйства, принадлежащие армянским церквям. Почему это стало осуществляться? Потому что на территории армянских церквей прятали армянские радикалы оружие, которым убивали представители тираноместников русских царей на Кавказе. все это не могло не вызвать гнев, конечно же, у Москвы, у царской Руси, все еще Руси, что в свое время привело к тому, что такие горе-герои из радикального армянства, как Нжде и Дросман Канаян получили даже сроки. Они были осуждены в Санкт-Петербурге на три года. Хотя на самом деле осуждены были на более долгий срок, но их освободили через три года. Освободили, потому что, как вы знаете, началась Первая мировая. В частности, Россия столкнулась с Турцией, и тут, как говорится, враг моего врага, мой друг. Нжде был выпущен, несмотря опять-таки на то, что четко было известно о его антироссийской позиции, тире взглядов. Ну, что хочется сказать. О какой же истинно армянской вере после этого идет речь? Скажите мне. Сейчас некоторые скажут, но ты, Камран, приводишь факты из древней истории как минимум в столетней давности. Нет, я не буду отвечать тем, чем отвечает армянство, говоря о том, что в частности, как они любят в адрес Турции бросать о якобы имевшем месте геноциде, который тоже произошел сто лет назад, свыше сто лет. Нет, я не буду опускаться до этого уровня. Я хочу заговорить о другом. Вы думаете, что армянский католикосат изменился? 1988 год главный католикос всех армян встречался с президентом Рональдом Рейганом. В эти же годы осуществлялись встречи академика Гамбекяна с представителями армянства, проживающего на Западе. Раиса Горбачева от армянской диаспоры Соединенных Штатов Америки получила драгоценности. Я сейчас не буду даже говорить о той карте, украшенной драгоценностями, которая была подарена ей. Не буду. И когда армянство на своих митингах кричало, чтобы Раиса вернула данные камни, данные драгоценности, нет, речь не об этом. Сейчас опять-таки армянство скажет, но это даже если это и было, это был 1988 год. Все изменилось, пришел новый католикоз, но ничего не поменялось. Увы и ах, ничего не поменялось. В частности, как вы помните, в начале 2000-х армянство неоднократно заявляло о своих претензиях на грузинские храмы, находящиеся на территории Грузии. При этом уничтожало грузинские храмы, находящиеся на территории Армении. Но и этого мало. Многие из вас, неоднократно слушая ролики армянских блогеров слышали об их великолепных талантах как архитекторов. Не так ли? Возможно, как ни странно, я отчасти с этим соглашусь. Они умеют приармянивать церкви. На это тоже нужно иметь определенный архитектурный талант. Талант вора. То, что у них не получается прикарманить, обармянить. Они уничтожают. В частности, посмотрите на эту церковь. Это была православная русская церковь. Посмотрите, в какие руины она была превращена. Данная церковь была построена в 1894 году. То есть, не прошло и 100 лет, грубо говоря. Ну, прошло чуть больше 100. И от церкви не осталось ничего. Что хочется сказать, дорогие друзья? О какой вере после этого идет речь? Я еще раз спрашиваю. Объясните мне, кто является притеснителем других христианских вероисповедований, терротечений? Разве кто-то гнобил армянскую церковь? Или армянская церковь гнобила другие церкви на подвластной ей территории? или оккупированный? Давайте посмотрим на данный ролик. Для начала просто фотографии. Посмотрите. великие архитекторы, великие разрушители на самом деле. А теперь посмотрим видео. Единственное, что хочу сказать, данная церковь была построена в Ходжавенском районе. Теперь приступим. Северная церковь Ходжавенцев Единственное, Эрмяни пандальзмы в том числе межнец Эрмяни из ее ahi хорь Рус Преваст хирурiod сург Велик Велик , Православие возвращается. ПЕСНЯ В безобразном виде, который находится сейчас в Визуализации. Юрик. Потому что это неправильно. И как можно разрушать церковь, как можно разрушать мечети. И, конечно, это не по-человечески. Я не буду дальше показывать, кто захочет сам ознакомиться с данным видеосвидетельством. Хотя таких свидетельств очень много. Я уже показывал вам в свое время видеосвидетельство присвоения православной церкви к армянам, к армянской церкви в Шуше. Что хочется сказать. Так кто... Я еще раз хочу задать теперь армянскому вопрос. В частности, тому армянскому комментатору, который написал о том, что армянскую церковь притесняли. Кто притеснял? Кто является вандалом? Кто является гонителем других течений? Даже не мусульманских, а своих же христианских. Кто? Но вопрос простой. На этом вопросе, пожалуй, я и закончу данное свое видео. Хотя я мог бы привести еще множество свидетельств гонений, которые исходят от армянской церкви. Это и претензии армянской церкви на грузинские храмы. На территории Грузии я уже говорил об этом. Об уничтожении грузинских храмов, об уничтожении албанских церквей данный список можно было бы продолжать. Я уж не говорю про мечети, про состояние мечетей, как в Армении, так и до недавнего времени на оккупированных землях Азербайджана, имеется в виду, в Карабахе. Жуткая картинка. На этом все, дорогие друзья. Всем до свидания. Пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки, делитесь ссылками на мои видео в соцсетях. Всегда ваш, Сеидов Камран. До свидания. До свидания.